Здарова, Бандерлоги! С вами, как всегда, Андрюха Бондарев, и я закрываю шмот в народ. Этот ролик я записываю для наших постоянных подписчиков, которые не понимают, что происходит и как шмот в народ вообще может закрыться, и для других продавцов Секонда, для молодых предпринимателей, которые развивают свои проекты, для ребят, которые делают русские бренды в нашей стране, пытаются как-то их развить, и для тех людей, которые все это время хотели с мной посотрудничать, но у них не получалось, не были возможности, или они стеснялись. Вот, если вы досмотрите этот ролик до конца, во-первых, вы поймете, что такое товарный бизнес в России, а во-вторых, для вас будет офигенное предложение, которому я еще никому не афишировал, и вы будете на шаг ближе к медийности, чем ваши конкуренты. Погнали! В общем, друзья, шмот в народ больше не онлайн-секонда. Дело в том, что я в этом деле уже 7 лет, и у этого очень длинная история. Попал я сюда случайно. Я никогда не был кэжуалом, я не знал, что такое бренды Лакостр, Ральф Лорен, не интересовался футболом и тем более околофутболом. Все максимально тривиально. Я начал зарабатывать первые деньги в 13 лет. С родителями я был в жестких контрах. В 14 или в 15 лет у меня появилась девушка, и в 16 лет встал вопрос, а как нам с ней гулять, ходить в кино, если денег нету. Как бы у родителей я стремаюсь их брать, потому что тогда очень много ссор происходит. Я зарабатывал много как. Я и листовки раздавал, и комиксами я банчил, и скамейки с заборами окрасил, и ведра с песком таскал. Много чем я занимался с 13 до 16 лет, а потом в моей жизни появился Макс Ирискин. Я просто случайно на ютубе наткнулся на его секонд-хенд патруль и узнал, что на этом можно зарабатывать. Пошел, купил свой первый спидшот-чемпион в секонд-хенде, и продал его на следующий день в два раза дороже, чем покупал. С тех пор я начал изучать, как отличать пали от оригинала, бегать по секонд-хендам. Это все развивалось. Я вышел на поставщиков из Европы, мы начали возить шмотки из Европы. И, в принципе, шмот, как модель бизнеса, мне наста пиздил уже спустя, наверное, год, как я этим занимался. И мы начали делать то, чего не делал никто тогда, в те годы, в этой сфере. Мы начали делать контент, мы снимали клипы, мы делали офигенные фотосессии, мы писали описания смешные, крутые, интересные, мы делали контент. Мне было тогда лет 17, я вообще не понимал, что происходит, я еще был школьником, просто делал как показ. И только творчество удерживало меня в шмоте, потому что я с самого детства хотел быть блогером и все такое. И свои блогерские амбиции я сублимировал через секонд-хенд. Забавно, да? Вот уже я закончил университет, у меня уже высшее образование, а я продолжаю банчить секондом. Сажусь, считаю, сколько это выходит по деньгам и понимаю, что последние два года он не то что был нерентабельный, он был убыточен. Он приносил просто минус и кормился за счет других моих проектов, потому что много кто знает, а много кто не знает, я вообще владелец креативного агентства, и мы занимаемся продвижением экспертов и съемкой в интернетах в этих ваших. Вот, и короче, смысл в чем? Смысл в том, что я просто вырос из секонд-хенда, вот и все. Но это еще не значит, что это конец, ребята. Суть в том, что секонд-хенд это немасштабируемая история. Если ты хочешь начать банчить шмотками или просто заняться товарным бизнесом в интернете, помни, что тебе нужно искать то дело, которое масштабируется. Вот секонд, он не масштабируется вообще, потому что каждая шмотка в единственном экземпляре одного размера, одного цвета и с уникальными нюансами и дырками на жопе. Поэтому, ну, создать воронку рекламную на товар невозможно, потому что стоимость этой воронки будет дороже, чем маржинальность, с которой ты продаешь. А по секрету вам раскрываю тайну мирового масштаба, маржинальность каждой шмотки, которую мы продаем, 500-1000 рублей. Поэтому, если у продавца 100-150 продаж, чистыми он зарабатывает, ну, 50-150 тысяч рублей, в зависимости от наглости. Я не знаю, какая средняя зарплата у нас по регионам, но для Петербурга 100 тысяч, это, в принципе, мне кажется, столько зарабатывает человек, трудящийся, например, на заводе. Я видел объявления, где водители зарабатывают по 80-100 тысяч, там, таксисты, грузчики и так далее. Только там ты работаешь по графику, у тебя есть страховки, отпуска и прочие льготы, а тут ты, типа, делаешь буизнос вроде как. Короче, это очень мало денег для бизнес-моделей. И это прикольно, когда ты школьник, который живет с родителями, и у тебя есть парочку полок в шкафу, чтобы перепродавать одежду. В остальном, это не жизнеспособная история. Так вот, что дальше? Дальше, вот что интересно, друзья. Во-первых, дальше что? Если ты хочешь на этом зарабатывать, нужно вдвойне подумать. Потому что, в принципе, это можно масштабировать. Можно сейчас возить шмотки из спайзона. Можно сейчас, в принципе, договориться найти поставки новой одежды, и, в принципе, ее можно продавать лучше. Но я не смог. Я древний продавец, который в этом деле 7 лет, и я привык к определенным моделям бизнеса и сотрудничества конкретно в этой нише. И я не готов, я не смог перестроиться. Многие продавцы перешли на новые шмотки, начали возить пайзон прям активно и много. Начали там коллаборировать со всякими реперками новой школы. Это мне все не близко. И если я буду этим заниматься, я, в принципе, тогда могу сразу в офис пойти работать, потому что в офисе мне тоже не нравится работать. Ну, типа, и в чем разница? А деньги плюс-минус те же самые. То есть, в принципе, я вижу смысл и путь в том, чтобы масштабировать магазин, выводить его прямо в белую-в белую, обелять, короче, жестко, со всякими накладными, подкладными и докладными. Но это очень-очень долго, это очень-очень муторно, и денег здесь все равно, ну, будет не больше, там, 350-500 в месяц чистыми. Это если мы говорим о бизнесе и о цифрах этого бизнеса, с учетом того, что есть аренда, есть зарплата сотрудникам, расходы на маркетинг и много-много других сложных вещей. Поэтому, ребят, товарный бизнес – это охуенно, если у вас один товар, который вы можете продавать. Ну, например, вы купили паленые пуховики на Алиэкспрессе одного цвета, просто в разной размерной сетке, и вы даете рекламу, и их продаете. Но я это, если что, осуждаю. Но с точки зрения бизнеса, это нормальная тема, поэтому польшопы живут лучше, чем продавцы с кежуального секунда. Вот так вот. Самое-то интересное, что мы не отказываемся полностью от секунда. Просто шмот в народ переформатируется. И в том формате, в котором он существовал на протяжении 7 лет, он больше существовать не будет. Мы больше не онлайн-секонд-хенд, ребята. Точка. Для кого-то это будет грустно, для кого-то это будет не грустно, но, блин, мы хотим расти. Мы делаем охуенный контент, который не делает никто в сфере продавцов. Есть шматовские блогеры, которые круто делают, но среди продавцов мы такие единственные. И мы понимаем, что мы можем давать вам больше контента, больше офигенного, такого уникального чего-то, чего нету, в принципе, на российском YouTube. Плюс ко всему раскрывать маленькие российские бренды других продавцов посредством этого канала. Заодно рассказывая о саморазвитии и мужском здоровье. Поэтому шмот в народ это не секонд-хед. Это мужской журнал о стиле и здоровье. Закрытые сейлы у нас будут. Просто они будут не раз в месяц. Они будут раз в три месяца, и они будут не по 100, не по 150 вещей. Скорее всего, вещей будет меньше. Но обновы у нас будут, не стоит переживать. Главное, что меняется, это упор на контент. Раньше мы бойкотировали коммуникацию с другими продавцами. Раньше мы не брали никакую рекламу, потому что считали, что это конкуренция. Теперь я считаю совершенно по-другому. Теперь я вижу свои главные задачи не продавать шмотки и делать этот мир немного стильнее, а рассказывать вам, дорогие наши подписчики, о крутых ребятах, которые трудятся, которые работают и которые стараются для вас. Потому что, когда наша с вами реальность изменилась, произошла СВО, потом началась мобилизация, и рубль еще больше упал вниз. Кстати, это тоже одна из причин, по которой больше не актуально шмотки продавать. Я тут посчитал математику и понял, что очень часто даже мы без маржей эти шмотки продаем. Если что, просто в нолях отбиваем. Если еще считать аренду офиса и зарплаты, которые я плачу своей команде, бля, пиздец, ребята. Это просто смешно. Ну вот, короче, мысль в чем? Мысль в том, что я очень хочу говорить, рассказывать и вещать о русских брендах, российских брендах. Называйте, как хотите, кому как правильнее, я, честно признаться, мне и так, и так комфортно. Это, во-первых. Во-вторых, есть огромное количество продавцов, которые все-таки пришли в эту сферу из-за идеологии, а не из-за того, что хотели зарабатывать бабки. Изначально же я здесь, потому что я денег хотел заработать. Но только потом для меня дошло, что продаю я шмотки офигенным людям. И, наверное, все мои самые офигенные знакомства, все мои самые близкие друзья сейчас, это либо мои бывшие клиенты, либо это мои нынешние клиенты, либо это люди, которые познакомились со мной посредством шмота. Через группу во Вконтакте, Инстаграм или Ютуб-канал. Это, честно говоря, вот я сейчас об этом говорю, у меня бегут мурашки, мне кажется, я не знаю, передает это камера или нет, но если бы не шмот, я не знаю, кем бы я был. По шмоту я даже защитил диплом в университете, и Семен тоже защитил диплом в универе по шмоту. Кстати, защищал я диплом по закрытым сейлам. Даже, блядь, рекламные доценты считают, что закрытые сейлы это гениально. И это тоже то, что мы придумали первые. Поэтому шмот народ это уникальная и легендарная хуйня, благодаря которой нас узнают на улице, и благодаря которой, блин, люди реально покупают дешевые шмотки и выглядят стильно, и при этом еще вписываются в офигенную движуху. Смысл в том, что, естественно, заканчивать это, это выстрел не то, что в колено, это выстрел в голову, потому что я это строил 7 лет. Типа кто-то скажет, что ни хера себе, какой говняный результат, там 5000 подписчиков на ютубе, это 5000 во Вконтакте. Но это мой результат, которым я очень горжусь. Вот, и мы хотим расти дальше. Поэтому, ребята, продавцы, владельцы брендов, владельцы проектов, которым нужна реклама, коллаборации, подкасты, я хочу с вами работать, я хочу вас раскрывать, и я хочу, чтобы про вас мы снимали контент. Я хочу интервью с продавцами, интервью с владельцами брендов, в том числе и подкасты. Видео-обзоры на обновления продавцов, видео-обзоры на новые коллекции брендов. Если у тебя есть какой-то проект интересный, которым ты хотел бы поделиться, давай его развивать вместе, я готов тебе в этом помогать. Естественно, эта реклама будет стоить какую-то денежку, но она будет стоить не так дорого, как продавали мы ее до этого, потому что больше мы не видим конкуренции. Мы пришли к выводу, что нам нужно не просто масштабироваться, а нам нужно делать комьюнити, потому что самое ценное, что я приобрел за 7 лет шмота, это люди вокруг, это клиенты, которые стали друзьями. Это люди, которые пришли ко мне в команду, стали трудиться над одним продуктом и над одним проектом, и которые стали по факту друзьями. Я бы не сказал, что это одна большая семья, потому что это слишком пафосно, но ради этих людей я готов нести ответственность и вести их к чему-то большему. И все это произошло благодаря этим проектам. Так вот, нам нужно усилять сильное, поэтому, что такое шмот народ после нового года? Шмот народ это место, где очень много контента, не только про Андрюху Бондарева, это место, где много контента про других продавцов. Скорее всего, мы создадим список прям проверенных продавцов, которые проверим их отзывы, проверим все остальное. Если ты, кстати, хочешь в этот список проверенных продавцов, то милости просим к нам в гости, все условия я тебе скину. Будет больше коллабораций с другими блогерами, это железобетонно, уже договоренности есть, и они будут воплощаться в жизнь. Будет много развлекательного контента, не обзоры обновок, а, например, соцопросы и, опять-таки, видосы с другими деятелями сферы. То есть будет прямо контент-контент. Паралленно с этим мы будем развивать начинающих продавцов, мы будем начинающих и продолжающих продавцов развивать тоже. И коллаборировать, скорее всего, если это будет им интересно, с ребятами покрупнее. То есть шмот в народ — это комьюнити. Это место, куда ты приходишь, и ты можешь выбрать проверенного продавца, проверить его, например, написать в поддержку. Это место, где все еще будут шмоточки, которые именно от нас. Но их просто будет сильно меньше, и мы не можем себя позиционировать больше, как онлайн-секонд-хенд. Это будет место, где ты можешь познакомиться с людьми, которые разделяют твои ценности и интересы. Это будет место, где ты можешь, кстати, заказать спай-зона абсолютно безопасно и быстро, потому что мы тоже осуществляем эту доставку. И это место, где еще есть Андрюха Бондарев, который выполняет не просто функцию лидера, который вокруг себя собирает эта комьюнити людей, а который еще показывает услуги стилиста и делает разборы твоего гардероба, чтобы ты, блин, выглядел стильнее. Вот. Что такое шмот в народ? Это глобальная тема, которую мы будем развивать командой. Обсуждали еще, кстати, это с Даном Ложкиным. Ему это тоже, по его словам, очень интересно, поэтому я думаю, что это будет что-то совместное. И впереди нас ждет только больше и больше кайфа. И, бля, я даже не знаю, как это сказать, потому что шмот в народ – это любовь. И то, что мертво умереть не может, поэтому second hand закрывается, но открывается... Я даже не знаю, как это назвать, кроме как онлайн-журнал. Открывается пространство для людей, которым нужно объединяться, на мой взгляд. Потому что то, что происходит на мировой геополитической арене и, в принципе, вот то, что подсвечивает моя жизнь, говорит о том, что нужно объединяться, нужно знакомиться и нужно делать что-то вместе. И мы хотим, чтобы благодаря нашей деятельности это у тебя получалось. Поэтому, дорогие продавцы, дорогие реселлеры, дорогие блогеры, начинающие блогеры, дорогие предприниматели, которые занимаются товаркой или продают свои услуги, я для вас полностью открыт. Пишите, будем с вами сотрудничать. Это, естественно, будет стоить денежку, но небольшую денежку. Также, кстати, я готов предоставить, наверное, пару рейлов в субаренду в своем помещении в Петербурге, если вам это интересно. Короче, коллаборация и сотрудничество может быть совершенно разное и совершенно в разных форматах. Помимо всего прочего, мы еще запустили активно наши подкасты на втором канале, который называется «Андрюха Бондарев», и у нас сейчас расписано 10 подкастов вперед. То есть до конца февраля у нас уже подкасты есть, но если ты хочешь к нам на подкаст, милости просим, мы тебе сделаем льготные условия, как для молодого предпринимателя. Мы должны развивать наше молодое комьюнити, мы должны сплочаться, и мы должны делать совместно контент и продукты, которые будут повышать, во-первых, уровень жизни наших сограждан. Нихуя я говорю, как будто у меня, блядь, предвыборная компания. Миша, все хуйня, давай по новой, так тебе никто денег не даст. Но, ребят, я просто вырос, и я хочу делать что-то офигенное и пиздатое. И это не значит, что все ролики будут вот с таким серьезным голосом. Естественно, я буду, блядь, стебаться, угорать и ругаться матом. Все, что мы сами любим, да? Но нужно двигаться дальше. И я забываю вас с собой. Вот так вот. Ну, наверное, сказал определенно все. Все ссылки на коммуникацию со мной я оставляю в описании. А с нового года будет такой контент. Мы еще создадим платный, закрытый телеграм-канал, где будет просто не то, что шматовской авангард. Там будет элита-элит, дворянство шматовское. Где будут возможности для заработка. Где будет секретный контент. И где будут скидки на доху еще всего. То есть, покупая подписку в этот телеграм-канал, ты используешь просто все скидки, которые там есть. Даже одну скидку используешь оттуда. И ты окупаешь полностью подписку месячную на этот канал сто пудняк. Не знаю, если уже мы разобрались, как это сделать с точки зрения техники, ссылка в описании. А если нет, то жди, братишка, можешь пока подписаться на наш ад, когда телеграм-канал кваркодик всплыл. А с тобой был Андрюха Бондарев. Не грусти. Закрывается онлайн секонд-хенд, открывается онлайн мужской журнал про стили здоровья. И это будет охуенно. Обнял за талию. Субтитры создавал DimaTorzok